Пропаганду часто называют самым творческим подразделением госавтоинспекции. Его сотрудники идут в ногу со временем, постоянно совершенствуют методы работы и используют только современные технологии. От умения владеть словом до способности увлечь аудиторию и с интересом рассказать о правилах дорожного движения. Иногда кажется, что работа в нашей службе достаточно легкая, но очень много нюансов. Потому что, чтобы стать пропагандистом, нужно быть и юристом, и учителем, и в какой-то степени видеооператором, и психологом. То есть наша служба соединяет очень много качеств. За прошедшие 89 лет существенно менялась принадлежность ГАИ, ее задачи и даже название. И только отдел пропаганды все эти годы неизменно работал ради безопасности людей. Наша служба приносит положительный результат. И вот уже несколько лет на территории нашего города дорожно-транспортных происшествий с погибшими детьми у нас не зарегистрировано. Мама троих детей Наталья Осокина регулярно рассказывает своим малышам о правилах поведения на дороге. Но когда сотрудники провели с ее детьми небольшую викторину, на знание правил дорожного движения девушка была приятно удивлена. Эта служба важна, безусловно, для того, чтобы разъяснять лишний раз детям не повредит, повторять правила дорожного движения, необходимость их соблюдения. Вопросам безопасности дорожного движения всегда уделялось большое внимание. Качественно организованные профилактические акции находят отклик у жителей Самары и помогают предотвратить трагедии на дорогах. Надо информировать детей обо всем. Ну и интересоваться, знают ли они об этом или нет. Потому что несколько раз вот им даже напоминаешь о правилах дорожного движения. Я считаю, что нужно постоянно это, в том числе от сотрудников ГИБДД послышать такую информацию. Особое внимание уделяется проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Это викторины, игры и конкурсы в детских садах и школах, беседы с детьми и их родителями, обучение воспитателей и учителей, методики преподавания правил дорожного движения. Елена Чернявская, Максим Гусев. События.